извини что своей физиономии порчу красивые финские виды финской природы но все-таки канал нас и рыбалки вот и сегодня я хотел бы немножко показать вам как проходит типичная январьская рыбалка финляндии половим живцов жерлицы поставим и возможно еще осталось останется время отправимся половить на блесну окуня скажу сразу что январь вообще на самом деле не самое лучшее время для зимней рыбалки хотя по судаку может быть она и ничего но проблема часто возникает в поисках живца бывает обычно это все-таки трудовой такой живец редко удается чтобы прийти так быстренько отстреляться в январьское время я хожу в основном скажем так от то что скучаю по любимому делу по рыбалке вот и провести время зарядиться энергией положительные вот и поэтому январь как бы не идеальное время вот другое дело что март это совершенно иной клев и на жерлице идет более жадные поклевки реже холостые сработки скажем так то что по зиме все-таки рыба более такая осторожна и часто живец оказывается выплюнутым теперь давайте отправимся уже наконец ловить в общем рыбалка как и предполагалось очень трудовая за два с половиной часа вот удалось поймать примерно всем живцов но красотище конечно прямо как в сказке все такая вот природа но что интересно не часто бывает но бывает такое на мормышку вообще сегодня поклевок не было я все по все рыбу бы достал вот на такой блесенка я скат ранник у меня здесь снизу и на него опарыш и сажаем вот сегодня только на блесенка реагиловая рыба вот поэтому бывает и так все 10 жирцов нам удалось поймать можно ставить жерлица вот пока я ставил жерлицу уже темнеть даже начало лед уже больше 25 сантиметров так что процесс затянулся подустал малеха вот ну будем ждать завтра результата посмотрим что получится ну что наступил новый день и вот очередная сказка у нас тут идешь просто все время поражаешься насколько же все-таки зима бывает красиво первая жерлица ближняя у нас работа на и вот так она выглядит приблизительно леска размотана ложок сработан вот на мой взгляд там еще всех моих десяти лунок и жерлиц 4 сработки жерлицы промерзли придется отдал что-то есть по моему сошла да вначале было потом хотя подсёк видите такое бывает да видите сход у нас но здесь вот же вес был за спину у меня он слишком маленький под джабры плохо видите исход ай-яй-яй ну что бывает и такое это называется налим вот такая вот рыбка но он очень маленький постараемся отпустить если нет придется на суп взять ну вот в январе к сожалению налим очень часто попадаются я очень надеюсь что оставшиеся четыре жерлицы будут щуки или судак или окунь маленькая щучка все таки и туда ну наверно под килограммчик на игра 800 ну тоже постараемся отпустить я думаю что со щука этот у нас фокусов получится вроде получилось удачно отцепить пусть идет гуляет что же такое это сегодня размерчик у нас конечно нет и что-то получше вроде бы кажется и нет не получше всегда надежда на последнюю лунку здесь что-то лучше чем было по моему под движением не очень стравливает стравливает спугалась меня не хочу заходить там даже ниже щечка не плохо получше ну вот уже что-то хоть на последней лунке вот такая вот зубастенькая ну уже наверно подушечку кило 700 наверное хотя бы что-то ну что я могу сказать вывод следующий по я говорю в принципе из 10 жерлиц у меня 6 было сработано это хороший результат в принципе обычно бывает так 4 3 так стандартно вот а вот по размеру щуки конечно на хуже обычного да то есть две щучки до килограмма ну в районе килограмма одна совсем на грамм 600 вот наливчик малюсенький и 1 более-менее нормальная щука под двушку но все спасибо на этом все до свидания не забывайте подписываться конечно